Приветствую на канале Техноарена, в этом выпуске я расскажу о лучших бюджетных и недорогих смартфонах Xiaomi в 2024 году. Первое место в моем топе занял лучший телефон Xiaomi по соотношению цены и качества – Redmi 13C. Стоит этот смартфон с 8 гигабайтами оперативки и накопителем на 256 с чуть больше 12 тысяч рублей. Уже по ценнику понятно, что для гейминга гаджет явно не годится. И точно, девайс работает на чипсете Helio G85 от Mediatek. Игровые возможности у этого проца находятся на уровне плинтуса, но с типовыми задачами бюджетного гаджета он справится на ура. Redmi 13C подойдет для ребенка, пожилого родственника или нетребовательного пользователя, которому телефон нужен для чего угодно, кроме игр. Гаджет оснащен неплохой, хоть и дешевой IPS-матрицей с частотой обновления до 90 Гц. Поддерживаются карты памяти microSD. Есть разъем 3,5 мм для наушников, фонарик и модуль NFC. В оболочке MIUI можно включить простой режим, если смартфон предназначен для пожилого родственника, которому трудно вникать в тонкости современных технологий. С помощью фирменного приложения Mi Remote телефон Redmi 13C легко превращается в пульт дистанционного управления. Экран защищен стеклом Gorilla Glass, а весь девайс в целом сертифицирован по стандарту IP68. А это значит, что со смартфоном можно не только под ливень попасть, но даже в бассейне искупаться. В общем, хороший гаджет, не зря он на первое место угодил. Зайди в описании под видео, там тебя ждут промокоды для выгодных покупок. А заодно и ссылки на смартфоны, которые ведут на лучшие предложения в надежных магазинах. На втором месте разместился лучший смарт-топа – Poco X6 5G, новинка зимнего сезона 2024. В российских магазинах этот гаджет появился считанные дни назад. На данный момент его цена составляет около 28 тысяч. Для бюджетного рейтинга стоимость Poco X6 кажется высоковатой, но посмотри только на этот смартфон. Ну что, посчитаем плюсы этого чуда техники? Тогда начинаю загибать пальцы. Отличный амулед-экран с диагональю 6,67 дюймов. Раз. С разрешением до 1220 на 2712. Частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и фантастической яркостью до 1800 нит в пике. Супер. Аккумулятор повышенной емкости и приличная автономность. Два. Кстати, 67-ваттная зарядка доводит полностью севшую батарею до 100% за 40 минут с хвостиком. Пока умылся, зубы почистил, позавтракал и кофе попил у телефона уже заряд бодрости на весь рабочий день. На 3 и 4 идут защитное стекло Gorilla Glass Victus и разъем 3,5 мм под наушники. А пятым преимуществом будет… Хотя нет, не будет. Не запишу я Snapdragon 7S Gen 2 в плюсы, хоть он и неплох для чипсета среднего уровня. Из принципа. Хотя бы потому, что даже само наименование процессора – это чистой воды манипуляция со стороны Qualcomm. Взяли камень уровня 6 линейки, чуть подняли тактовую частоту ядер и записали проц в семейство Snapdragon 7. Фу такими быть. Не забудь подписаться на канал Техноарена, если интересуешься мобильными технологиями и гаджетами. Задавай вопросы и делись своими мыслями в комментах, не забудь поставить лайк на это видео. На третьем месте в моем рейтинге оказалась еще одна новинка сезона – Redmi A3 стоимостью порядка 7500 рублей. За модель с 4 гигабайтами оперативки и накопителем на 128. На мировой рынок этот смарт начал поступать 23 февраля 2024 года. И вот он уже здесь, в российских магазинах, с пылу с жару. Запишу-ка я его в лучшие бюджетники до 10 тысяч сегодняшнего топа. Рассказывать о нем особо нечего. Простенький дешевый телефон для непривередливого пользователя. Если сталкивался с Redmi A2 Plus, здесь почти то же самое. Чуть-чуть больше экрана, защитное стекло Gorilla Glass 3 прицепили. Фактически все. Чипсет такой же, батарея и зарядка такие же, такие же камеры никакие. В общем, дешево и сердито. На четвертую позицию топа я поместил Poco X55G. В магазинах этот смарт можно приобрести по цене в районе 18 тысяч. С 6 гигабайтами оперативки и накопителем на 128. Кстати, конфигурация 8 плюс 256 выйдет где-то тысячу на полторы дороже. Этот Poco неплохой вариант для тех, кому нужно что-то более-менее приличное за вменяемый прайс до 20 тысяч. Вот это как раз оно и есть. Неплохой экран с разрешением 1080 на 2400 и частотой 120 Гц. Камеры тоже неплохие для своего уровня, довольно быстрая 33-ваттная зарядка. Полностью севшая батарея доходит до сотки где-то за час. Производительность тоже ничего, даже в игры можно поиграть. Чипсет Snapdragon 695 с графикой Adreno 619 вытягивают на пару в Genshin Impact на средневысоких около 30 кадров в секунду с плавным геймплеем. Все менее требовательное и вовсе летать будет, но невысоко. Заодно отмечу наличие разъема 3,5 мм и слота под карту памяти. В соответствии стандарту IP53 стекло Gorilla Glass 3. Класс защиты от влаги и пыли никакой, конечно. Но в этом ценовом сегменте и такого не встретишь обычно. Пятое место досталось смартфону Redmi Note 13. Стоимостью около 17 тысяч рублей в конфигурации с 6 гигабайтами оперативки и накопителем на 128. Еще одна новинка 24-го, поступившая в продажу 10 января. Этот телефон будет особо интересен тем, кто уже собрался покупать прошлогодний Redmi Note 12S. Почти по такой же цене. Собрался? Срочно прекращай. Бери лучше 13-й. Частота обновления у него не 90, как у 12S, а 120. Экран чуть больше, стоит более мощный процессор. В большинстве сценариев Diamond City 6080 обходит Helio G96. Процентов на 20-25. Еще у Redmi Note 13 есть Gorilla Glass 5. И он тоньше почти на полмиллиметра. Что еще? Да в принципе уже достаточно, чтобы взять не старье прошлогоднее, а новенький телефончик 24-го года. Шестое место досталось еще одному Poco модели C65. Он чуть проще, чем X6 со второй позиции рейтинга, или X5 с четвертой. Но и стоит намного дешевле. В магазинах этот смарт можно найти по цене в районе 12 тысяч рублей за конфигурацию с 8 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 256. Девайс работает на чипсете MediaTek Helio G85 с графикой Mali-G52. Этот проц – ходовая рабочая лошадка для недорогих телефонов. Со своими задачами справляется, для игр не пригоден. Камеры для своего уровня нормальные, но не более того. Естественно, никаких оптических стабилизаций и прочих наворотов нет. NFC поддерживается слот под microSD и миниджек для наушников в наличии. Экран от греха подальше прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Что еще? Да все в принципе. Нормальный смарт для своей цены. Ну и последнее седьмое место досталось самому бюджетному смартфону в сегодняшнем топе. Модели Poco C51 с 2 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64. Стоит это чудо мобильной техники порядка 4800 рублей. Гаджет для тех, кому нужно совсем-совсем дешево и чтоб звонило. Так вот, докладываю, звонит. Кстати, неплохой вариант для ребенка или пожилого родственника. Да и для других пользователей, если у них минимальные требования к мобильному телефону. В плюсы этого смарта запишу приятную на ощупь шершавую поверхность под кожу. Гаджет удобно лежит в руке и не пытается выскользнуть, чтобы покончить жизнь самоубийством. С помощью утилиты Mi Remote девайса за пару секунд превращается в пульт дистанционного управления. Что еще? Есть разъем 3,5 миллиметра под наушники и слот под карту памяти, пусть и не отдельный. Батарея долго держит. В общем, для ценового сегмента до 5000 рублей телефон отличный. Ну а что еще можно взять за такую сумму? Разве что совсем левый ноунейм, который в любой момент может накрыться медным тазом? Вот и подошел к концу очередной выпуск. Напомню, в описании тебя ждет уникальный скидочный промокод для выгодных покупок. И ссылки на все недорогие смартфоны Xiaomi из этого топа. Не забудь лайкнуть, если это видео тебя заинтересовало. Делись своим мнением в комментариях, пиши, какие телефоны тебе больше нравятся. Подпишись на канал Техноарена, если не хочешь пропустить интересные видео. Спасибо за просмотр, встретимся в новых выпусках!